добрый вечер друзья добрый вечер коллеги поздравляю вас с первым днем последнего месяца осени для кого-то может быть радостное событие для кого-то может быть не совсем те кто не успели например собрать урожай грибов либо чего-то еще у нас сегодня вебинар который касается темы партнерской программы и в принципе те кто из вас пришел наверное может кто-то видел или нет но по крайней мере кто-то из вас одни из первых увидит трон новый ролик про маркетинг план про маркетинг план компании skylight capital то есть он буквально на днях был выпущен кстати а есть те кто не видел новый ролик по маркетингу поставьте просто минус сейчас в нашем чате здравствуйте светлана игорь не видел ну даже есть один человек не видел я думаю будет интересно посмотреть что хотелось бы сказать касательно маркетинг плана в принципе если посмотреть немножко шире на все то что происходит вы знаете что мы занимаемся выведением на мировой рынок нового инновационного транспорта который заработал натуре дарычуницкий конструкторы которые сейчас вместе с ним работают дам очень близки к тому чтобы продемонстрировать уже в действующем скажем так виде данный вид транспорта на территории республики беларусь на территории нашего экотехнопарка вот и в принципе та платформа которая была выбрана 2013 2014 году это крауд инвестинг да это привлечение инвестиций от физических лиц и люди становились собственники 100 собственниками технологии по сути дела собственниками далее компании акции в будущем да они имели возможность стать инвесторами получать скажем так со своих инвестиций но плюс ко всему еще была включена схема партнерской программы то есть по сути дела маркетинг план который позволял нашим инвесторам приобретающим пакеты долей компании давайте которые скажем так душой болеют за проект еще и зарабатывать деньги и как показывает практика то есть платформа была выбрана правильно правильно была ориентация на то что люди которым понравился наш проект технология возможность получать доход и так далее будут об этом рассказывать своим окружающим да то есть родным близким друзьям знакомым и прочее в принципе сегодня это хорошо подтверждается на территории европы которая не так давно включилась в активное действие направление реализации проекта анатолий дар чайницкого но тем не менее очень хорошо сегодня активно развивается целый ряд стран словакия чехия польша германия франция вот появилась недавно хорватия до страны балтии активно развиваются развивают скажем так наш проект помогает привлекать инвестиции то есть большое количество инвесторов на сегодняшний день из каждого дня скажем так сумма привлекаемых инвестиций она увеличивается а те кто принимает активное участие в популяризации нашего проекта до дают информацию своему окружению по их рекомендациям люди регистрируются приобретают пакеты у них есть возможность зарабатывать деньги создавать свой собственный бизнес еще до момента выхода группы компаний skyway на рынок транспорта и на рынок инвестиций с теми дарями компании которым вы сегодня владеете и маркетинг план позволяет сегодня зарабатывать кому-то там 10 долларов месяц да если вы совсем не напрягаетесь и иногда кому-то что-то рассказываете кому-то 100 долларов в месяц кому-то 500 тысяч и более то есть есть люди которые получают очень серьезный доход ежемесячно те кто строил большую партнерские структуры это скажем так является лидером развития нашего проекта да те кто строит региональные структуры и как правило люди зарабатывающие большие деньги имеют структуру не только в том городе и регионе где они проживают но в целом ряде городов и стран но это показывает практика благодаря интернету создавать партнерскую программу партнерскую структуру строить ее дам можно в разных городах и странах вот благо у нас для этого есть инструменты одним из инструментов привлечения ваших партнеров это мероприятие которое мы проводим режиме онлайн мероприятие который мы проводим режиме офлайн инструменты которые встроены в личный кабинет каждого партнера позволяет вам делиться информации о том что у нас размещается на нашем сайте например да через раздел новостей и прочее то есть было бы желание зарабатывать деньги одно хочу сказать что в принципе здесь халявы нет да как любят говорить люди никому лишних денег здесь не платят вот но если вы что-то сделали если благодаря вашей деятельности произошел там товарооборот были привлечены инвестиции то положенный процент который вам соответствует вашей квалификации вы получите у вас никто ничего не отнимет в принципе по сути дела реализован главный принцип социализма да от каждого по способностям каждому по труду то есть сделали что-то неважно много или мало вот за то что сделали вы деньги получили с другой стороны можно искать сдельная форма оплаты выполнить действия сделанный товарооборот позволяет вам зарабатывать деньги я вам предлагаю сделать следующее то что ты иногда стал делать последнее время то есть нас был ролик до недавнего времени один рассказывающий про маркетинг план благо сейчас ребята записали толковый тоже информативный простой ролик который объясняет что если представляет наш маркетинг план давайте мы сами сделаем следующим образом то есть мы включим сейчас новый ролик по маркетинг плану компании skyway капитал вы его посмотрите потом если какие-то вопросы возникнут вы мне зададите и мы с вами разберем отдельные тонкости если согласны поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате ну если готовы двигаться по той схеме что я предложил спасибо и спасибо светлана ну видите по 2 человека отвечает на мои вопросы вот людмила причем либо две людмилы да либо людмила дважды и так коллеги включая вам новый ролик маркетинг плана компания skyway капитал вот это займет 70 небольших минут и после него мы с вами будем партнерская программа компании skyway капитал представлена согласно восьмому этапу развития квалификации партнерской программы клиент партнер консультант лидер мастер эксперт топ эксперт клиент любой человек который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете является клиентом клиент может изучать информацию которая расположена в личном кабинете задавать вопросы технической поддержки партнер после подписания партнерского соглашения клиент получает статус партнер партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде с четырех уровней с первого 15 процентов со второго четыре процента с третьего два процента с четвертого один процент средства зачисляются на бонусный счет их можно обналичить консультант условия выполнения квалификации объем личных инвестиций не менее 100 долларов в первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде С пяти уровней. С первого — 15%, со второго — 5%, с третьего — 3%, с четвертого — 2%, с пятого — 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум три человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С шести уровней. С первого — 15%, со второго — 7%, с третьего — 5%, с четвертого — 3%, с пятого — 2%, с шестого — 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет — 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум три лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С девяти уровней. С первого — 15%, со второго — 7%, с третьего — 5%, с четвертого — 4%, с пятого — 3%, с шестого — 1%, с седьмого — по девятый — полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет — 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С первого — 16%, со второго — 7%, с третьего — 5%, с четвертого — 4%, с пятого — 3%, с шестого — 1%, с седьмого по девятый — полпроцента, с десятого по двадцатый — две десятых процента. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет — 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого — 17%, со второго — 7%, с третьего — 5%, с четвертого — 4%, с пятого — 3%, с шестого — 1%. С седьмого по девятый — 0,5%, с десятого по двадцатый — 0,2%, с двадцать первого по двадцать четвертый — 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет — 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении, начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета, начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. Закупленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении, начисляется по 17%. Начиная с двадцатого пакета, начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении, выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, вот такой ролик по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Если вам понравилось, поставьте просто пятерочку сейчас в нашем чате. Ролик действительно хороший, красивый. Диаграммы сделаны грамотные. Поэтому данный ролик можно использовать. Вы его легко можете найти на наших ресурсах, которые расположены на канале YouTube, в интернете. YouTube компании Skyway Capital. Если какие-то вопросы касаемо маркетинга, может быть, скажем так, действий, каких-то шагов, которые нужно предпринимать, для того, чтобы деньги зарабатывать, при помощи этого замечательного маркетинг-плана, действительно, одно из самых главных его преимуществ – это простота. Все гениально и просто. Чем проще, скажем так, механизм каких-то действий касаемо любого направления развития, тем легче тем, кто двигается в этом направлении. Итак, коллеги, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что вопросы могут быть и касаемо маркетинг-плана, и касаемо, например, чего-то еще. Я еще добавлю, наверное, все-таки в маркетинге. Самого слушаю, в принципе, второй раз на сегодняшний день. И не прозвучало, может быть, вы просто не отметили, то, что маркетинг-план нашей компании можно отнести в маркетинг-план мгновенных выплат. Это очень важно. То есть то, что делается под вами, фактически в тот же момент вам идут начисления на бонусный счет однозначно. И если вы в той квалификации, которая уже позволяет получать начисление на акционный счет, они начисляются на акционный счет. И еще очень важный момент, то, что квалификация, которая следующая, если, скажем так, вы еще не достигли квалификации топ-эксперт, если выполнили условия следующей квалификации, вам тоже она присылается практически в тот же момент. В большинстве компаний это происходит следующим образом. Вообще огромное количество компаний, которые выплачивают денежные вознаграждения раз в месяц. Вы работаете целый месяц, вы создаете какие-то, скажем так, партнерские структуры, товарооборот и так далее. По итогам этого месяца, в следующем месяце, вам платятся деньги. Так работает мир МЛМ. В принципе, это было с момента образования первой компании в 50-м году и до сегодняшнего дня. То же самое происходит с присвоением квалификации. То есть, если вы выполнили квалификацию 2-го числа, а у вас товарооборот зачитывается по течению месяца, соответственно, весь оставшийся месяц вы работаете по тем процентам, которые соответствуют вашей предыдущей квалификации. И только по окончании этого месяца вам присвоится следующая квалификация, и вы будете уже в следующем месяце создавать товарооборот и за него получать повышенный процент. То есть, где-то это потери по деньгам. У нас же этого нет. Очень важный момент, что отсутствуют потери структуры, обгоны, то, чего боятся люди, называющие себя сетевиками. То есть, в огромном количестве партнерских программ, если вы достигли какого-то уровня, вас кто-то догнал, то есть, это, скажем так, снится в страшных снах, огромному количеству лидеров, огромного количества компаний. То есть, в этом случае они либо значительно меньше начинают получать, либо не получают сегменты сети, которая догнала их, либо обогнала вообще ничего. Важно, что в нашем маркетинг-плане этого нет. Это очень большой плюс. Даже если вы ниже в квалификации, чем ваш партнер в первом поколении, либо в втором, у вас есть четкая, скажем так, разлиновка по линиям, да, то есть, свои проценты с товарооборота, которые будут делаться в этих поколениях, вы будете получать все равно. Да, ваш лидер будет глубже получать где-то. Ну, чего вы достигли, того вы достойны, я считаю. Важно, что вас не отнимут в этом случае ничего. Как это происходит в мире MLM-бизнеса сплошь и рядом, да, то есть, я думаю, Светлана пишет, да, что самый вкусный маркетинг-план и так далее. Действительно, есть замечательный, привлекательный маркетинг-план огромного количества компаний, но там, как бы, вот не то, чтобы мелким шрифтом, тем не менее, потом идет разбор, да, полета, и в итоге говорится, да, вы получите это, но если у вас вот так, значит, вам нужно вот это, вот это, вот это. То есть, огромное количество условий для того, чтобы не терять в деньгах, да, есть еще очень неприятные вещи, такие, как потери структуры навсегда. Существует огромное количество компаний, если вы лидера воспитали, вы вложили в него время, энергию, скажем так, счастья, когда он начинал расти в квалификациях, да, он догнал вас, и вам говорят, все, спасибо, этот лидер у тебя забран и пошел к вышестоящему, который выше вас квалификации. А если, скажем так, у вас высшая ступенька, значит, он просто к компании переходит, и все. У нас этого тоже нет, и это большое-большое благо, я считаю, для тех, кто развивает партнерский структур. Важно, чтобы вы сети строили, как мы это говорим, все-таки эта сеть, она и есть сеть, да, у нас все вокруг сети, начинают коммуникации, мобильные сети, сети, скажем так, проводные связи, электрические сети, вот, транснер, кстати, те дороги, которые мы будем строить, это тоже будет сеть. То есть, сеть дорог, по-другому, не скажешь проще, да, то есть, сказал сеть дорог, уже понятно. Так вот, главное, чтобы вы строили это с открытой душой, да, чтобы вы не просто гнались за деньгами, чтобы вы не занимались вещами, которые называются, скажем так, передергиванием клиентов у других людей, да, потому что мы живем в разных городах, и я знаю, что в мире MLM это случается, и, в принципе, то, чего мне очень не нравится порой в некоторых компаниях, что вы своему родственнику сказали где-нибудь там в другой стране, он пришел, получил информацию, мне информацию дали, он пришел к вам, говорит, что будут регистрироваться, он говорит, а мне сказали, что я, чтобы работал здесь, чтобы меня обучали и так далее, должен регистрироваться только у них. Вот такого желательно не делать, потому что, поймите правильно, мир так устроен, бумеранг вы запустили, он к вам прилетит. Причем в самый неудобный момент. В тот момент, возможно, когда вам нужно было уже, скажем так, встать на педестале и подняться, а он вам по затылку хлоп, ну и будет грустно. Поэтому делайте этот бизнес с открытой душой, помогайте людям развиваться, ни у кого не пытайтесь что-то отнять, тем более то, чего вы, скажем так, не создавали. И у вас все будет получаться. Есть ли какие-то вопросы? Я вижу, что Светлана и Игорь написали, что справедливый и хороший маркетинг. Ну, может быть, есть какие-то вопросы, потому что я сказал совсем недавно, последние минуты-полторы. Чего вам не достает, например, для того, чтобы успешно развиваться? Вот такой вопрос задам. Что мешает? Напишите честно, если такое есть. Какие препятствия, припомни есть у вас для того, чтобы, скажем так, строить данную сеть, чувствовать себя, скажем, спокойно и развиваться? У нас немного, в принципе, сегодня, но все-таки, возможно, у кого-то что-то наболело там в душе. Вы знаете, Светлана, сетевиками вообще всегда было сложно общаться. Скажу вам честно, я, наверное, даже не очень люблю общаться с сетевиками, даже близкими друзьями, потому что, как бы так, особенно если они фавори, как говорится, если они имеют высокую квалификацию в своей компании, и три года назад, например, по предложению кого-то, тоже такого лидера, который к нам пришел, они оттуда не сорвались, то их трудно оттуда увезти. Вы знаете, есть огромное количество MLM-компаний, в которых на мероприятиях людям говорят, что ты пришел к нам, ты становишься успешным, а если ты вот куда-то уйдешь, ты никогда по жизни успешным не будешь. То есть, ну, это, скажем так, элементы такого привязывания людей к своей компании. И многие, вы знаете, следуют ему, то есть боятся там чего-то и так далее, и так далее. Но, поймите правильно, это не совсем корректно, когда людям говорят такие вещи, потому что у нас жизни с вами окружающие. Огромное количество примеров. Человек закончил институт на врача, стал успешным в бизнесе. Человек, скажем так, закончил высшее образование в музыкальном направлении, стал там успешным в совсем другом чем-то. Поэтому говорить о том, что если ты начал где-то, и у тебя по каким-то причинам не складывалось, а причин может быть много, сам не доработал там, я не знаю, продукцию, может, которая тебе самому нравится. А есть сетевики, которые пытаются зарабатывать деньги в том направлении, которые сами не пользуются тем, что у них продается, да, вы знаете, они обречены на провал. Потому что как раз таки, а и так как таких людей много, да, то есть как раз таки они занимаются тем, что ездят по ушам, да, рассказывают людям, как классно то, что у них есть, а сами этим не пользуются. То есть если мы скажем это простым русским языком, они врут. И вот врать не надо. То есть если вы сами, скажем так, не купили, например, ни одного пакета долей компании, не надо другим говорить, что у вас там большой пакет. Вы знаете, это вскроется, и когда-то это всплывет наверх, и вам будет, ну, по крайней мере, стыдно. А сетевой бизнес, или, скажем так, бизнес МЛМ, или бизнес по партнерской программе, он чем интересен? Тем, что здесь людей нельзя заставить ничего делать, да, здесь очень легко, с одной стороны, подняться, да, если ты людям помогаешь развиваться и так далее, заслужить авторитет, но его очень просто потерять. Проще, чем где бы то ни было. То есть стоит один раз покривить душой, да, как в песне, когда-то про войну, им нельзя ни солдать, ни обмануть, ни с пути свернуть. То есть, вот, будьте открыты к людям, говорите им правду, вот то, что вы получили информацию, там, руководство компании на наших фабинарах, да, прочитали в новостях именно от компании, вот об этом говорите. Ничего придумывать своего не нужно. Как бы так, развешивать барсиков, да, барсиков различных на технологию, и пытаться сделать ее лучше и красивее, чем она сейчас есть, тоже не надо. Вот. Ваша задача донести информацию, сказать, что вот я принял решение потому-то, возможно, даже вот так, да, у вас были какие-то свои причины, почему вы начали этим заниматься. У людей может своя какая-то причина быть. Перечень, он тоже громаден. Начиная вот того, что кому-то вообще никуда ходить на работу, да, и заканчивая тем, что у людей действительно есть какие-то свободные средства, они грамотны в плане инвестирования, вот, и они не против, например, найти себе какой-нибудь проект, в котором они могут приумножить свои денежные средства. Плохо ли это? Я считаю, хорошо. Раз жизнь сейчас позволяет нам это делать, но делать, опять же, я говорю, с открытой душой, честно, да, никого не вводя в заблуждение, и не просто изымая деньги из карманов людей, которые нифига не понимают, все будет развиваться хорошо. Я пробовал подписать друзей из Канады, у них не получилось инвестировать. В чем причина? Игорь, я не знаю, в чем причина, вот вы как бы не объяснили до конца, что у них не получилось инвестировать. Что именно? То есть, есть у нас несколько стран, из которых сделать инвестицию в наш проект нельзя. Как мы говорим, это, скажем так, страны с ограниченной возможностью инвестирования. Их всего, там, 5-6, по пальцев одной руки. Но, как ни странно, это страны, которые на сегодня являются наиболее развитыми, одни из наиболее развитых, потому что наиболее развитые страны, это все-таки там Скандинавия, Норвегия, Дания, там еще что-то, даже не США, средний уровень жизни. А то, что законы страны не позволяют, это да, потому что в таких странах, как Канада, США, Великобритания, по-моему, Австралия, существует так называемая комиссия по ценным бумагам и биржам. Вот если вы почитаете Роберта Киосаки, он про это пишет. Что это за комиссия, которая не позволяет своим жителям, жителям этой страны, делать инвестиции в высоко рискованные проекты. То есть, на территории этих стран делать инвестиции в высоко рискованные проекты, венчурные проекты могут только люди с большим опытом инвестирования, ну, скажем так, с деньгами, которые они могут позволить себе потерять. Так было раньше, например, то есть позволялось всем жителям этих стран вкладывать, куда они хотят, и было огромное количество тех, кто деньги теряли. То есть, как всегда, они долго ждали, вкладывали не вовремя в то, что, скажем так, прекращало развиваться. То есть, они выжидали годами для того, чтобы деньги туда положить и в итоге оказаться, скажем так, без денежного роста. И Канада относится к тем странам, из которых инвестиции делать нельзя. Если это граждане Канады, если у них есть двойное гражданство, например, какой-то другой страны, они хотят быть инвесторами, в принципе, они могут попробовать зарегистрироваться еще раз по вашей реферальной ссылке. Я не знаю, мало ли у них есть гражданство России, Украины, там еще кого-то, да? То есть, тогда эта инвестиция может быть сделана. Но нарушать законы страны, в которых, скажем так, мы живем, то есть, мы не двигаемся в этом направлении, точнее, мы стараемся делать все, чтобы все соответствовало, скажем так, всем юридическим законам, постановлениям каким-то и так далее. То есть, оставаться светлыми в юридическом поле, не пытаться залезть в тени. Это сделать непросто, потому что реально мы сегодня работаем пока еще в венчурном проекте. Никуда не делось это понятие венчурности, рисковости. Просто она в разы меньше, на порядке меньше. Потому что, действительно, у нас есть что показать. В итоге, даже если начинаются какие-то задавания вопросов, что это, как это, куда идут деньги, пожалуйста, вот они все идут в компанию, которая реализует данную технологию. Вот такие дела. Какие еще есть вопросы, коллеги? Есть ли они вообще? Помните, что завтра у нас 17 часов вебинар, который называется презентация компании Skyway Capital? Те, кто помнит, могут поставить плюсики. А я завтра посмотрю, кстати, будете ли вы на этом вебинаре. В принципе, да. Если вы почитаете инвестиционный меморандум, там схема расписана, и по большому счету можно найти запись выступления Виктора Бабурина на конференции в Словакии. В интернете можно разыскать на YouTube. Я могу сказать, что оценена интеллектуальная собственность в сумму немножко большую. Там 400 миллионов, по-моему, 400 миллиардов, по-моему, там то ли 167, то ли больше миллионов, потом там сколько-то тысяч, и в итоге на конце там то ли 157, то ли 167 долей, то есть долларов. Да, предполагаем, мы цена взяли из расчета, что она оценена такую, и мы предполагаем, что каждая доля будет стоить 1 доллар. И сегодня эти доли продаются с дисконтом. Мало того, для схемы, которая называется краудинвестинг, для нашего холдинга было выделено 15% от общего количества. То есть вы можете посчитать, что 15% на сегодня это порядка 60 миллиардов. То есть вот эта доля сегодня пока реализуется в схеме работы компании Skyway Capital и компании РСВ. И она еще не выбрана, то есть там еще есть приличный зазор, с которым надо потрудиться. 85% пока есть, их пока никто не трогает. То есть предполагается, что стоимость одной доли 1 доллар США. Одной акции. Пока мы называем, почему долями? Как правило, акциями называют те ценные бумаги, которые уже есть на бирже, которые котируются на бирже, которые могут, скажем так, переходить из рук в руки и так далее. Сегодня вы стали долевыми участниками проекта, потому что вы выкупили там свою долю с каким-то дисконтом, вот она ваша. Выходим уже на работу, на строительство и так далее. Начинается движение денежных средств, приходят денежные средства и прочее. У нас в меморандуме прописано, что 20% от прибыли компании будет распределяться между теми, кто сегодня становится совладельцами вот этих долей компании. Вот таким вот образом. Соответственно, проценты будут начисляться на каждую отдельно взятую долю. Чем больше у вас долей, тем больше денег в виде дивидендов. Какие еще есть вопросы, коллеги? Эта неделя у нас короткая, невзирая на то, что ноябрь только начался. В России праздник 4-го числа, я знаю, в Белоруссии праздник будет понедельник 7-го числа. Где-то праздников нет, поэтому у вас в неделе будет немножко больше. Но мероприятия наши проходят в том же формате. Следите, кстати, за расписанием живых мероприятий, потому что они выложены на сайте виницкий.ком. Дата 28 ноября, она мне пока ничего не говорит. Возможно, вы откуда-то узнали, что там будет 28-го что-то происходить. Нам пока сотрудникам компании точно дату никто не сказал. Я не знаю, где вы получили эту информацию. Так, это 60 миллиардов, 121 миллион 200 тысяч акций за 5 тысяч долларов выходит всего 50 инвесторов. Не совсем понял, что такое миллион 200 тысяч долей, что такое 5 тысяч долларов и 50 инвесторов. Не понял расчет. А из видео какого вы узнали, Игорь? Хотелось бы посмотреть это видео, чтобы быть так же в курсе, как и вы, что это состоится 28-го числа. А, за пакет 5 тысяч долларов дается, только у нас, наверное, дает 120 тысяч, да, или миллион 200. Я просто видел число, миллион 200. За 5 тысяч. Это, наверное, пакет в рассрочку, который, да? У нас пакет в рассрочку, кстати, за 5 тысяч, или пакеты с деревом, они примерно одинаковые. Если вы 500 долларов выплачиваете, скажем так, там получается 1 миллион, по-моему, то ли 150 тысяч, а если вы покупаете сразу, да, то там, скажем так, миллион 200. Соответственно, это миллион 200 тысяч. Вот если прибыль компании, например, составит миллиард, то будет реализовано все вот эти 60... Все вот эти доли компании, да, то есть будет считаться количество долей, которые были реализованы, на них будет взята, вот пятая часть прибыли будет взята и распределена между вот этими количествами долей. Вот, соответственно, все будет еще зависеть, какое количество долей будет на тот момент продано, понимаете, да? Не только от миллиона 200 тысяч, это зависит. Все это надо посчитать. я сейчас как бы не готов, но в принципе считается это несложно, есть даже где-то примеры с расчетом, да, если прибыль такая-то, количество долей продано такой-то соответственно, на каждое время взятую долю вам придет вот такая-то сумма в деньгах по поводу видео я не написал, да, в котором говорилось о том, что именно 28 ноября будет, ну вот я честно, может быть я упустил что-то, но мне точно дату точно никто не называл коллеги, если нет больше вопросов, я наверное тогда буду закругляться, хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня вебинаре, приглашайте на эти вебинары тех, кто хочет разобраться, за что ему платят деньги вот, хорошо Светлана, давайте мы пообщаемся, но может быть где-то ближе может сейчас еще есть чем заниматься, может быть ближе к полдевятому, хорошо если у вас будет возможность выйти на меня в скайпе, тогда мы с вами пообщаемся у меня на этом все здоровья, любви, денег до свидания и до свидания лучше Продолжение следует...